Юная Элина Быстрицкая летела, как на крыльях. Её пригласил навстречу сам Михаил Шолохов. Она докажет ему, что станет лучшей Аксиньей в новом фильме «Тихий дом». «Разрешите войти?» – робко поинтересовалась актриса и в шоке остановилась. На столе и полу валялись объедки и бутылки. В комнате стоял стойкий запах перегара. Шолохов страдал от тяжёлого похмелья, но, увидев красавицу Элину, в восторге крикнул. Это лучшая Аксиньей из тысячи. Целый час ей пришлось выслушивать пьяные восторги Шолохова. Но Быстрицкая была готова на всё ради роли своей мечты. Однако на прощание актриса не сдержалась и выпалила. А это лучший писатель в худшем виде. Мы её иногда называли оглоблей, потому что она вот так. О красоте Быстрицкой слагали легенды. Как о её характере. К мужчинам она относилась с особым презрением и не раз говорила, что те изрядно испортили ей жизнь. Она жила одна. Никто не знает, почему она так вышла. И сколько нервов это и стоит. Знаменитые люди, чей образ вызывал интерес у миллионов. И их сумасшедшая страсти. Личный демон, борьба с которым хранилась в тайне. Война, в которой выиграть невозможно. На этих шокирующих кадрах блистательная актриса Элина Быстрицкая. Последние дни народной артистки СССР были трагичными. В грязной одежде, голодная. Она в беспамятстве лежала на диване и не узнавала даже собственную сестру. И я ее действительно застала в синяках. Немытую, нечесанную. Это неописуемо. Это невозможно рассказать. Сестра актрисы София Шегельман уверяет, до такого состояния 90-летнюю Быстрицкую довела ее личная помощница Ксения Рубцова, которая несколько лет ухаживала за артисткой. Она уже называла себя арт-директором, она уже там решения какие-то принимала за сестру. Всякий раз сестра ее просила убраться вон, она возвращалась. Но почему в последние годы жизни рядом с прославленной актрисой не осталось никого, кроме девушки, которую сейчас называют мошенницей? Элина Аврамовна характер был довольно сложный. Она не так подпускала к себе людей. Особенно Быстрицкая ненавидела мужчин. Резко отшивала поклонников, бросила супруга после 30 лет брака и срывала зло на партнерах. Какое же вы ничтожество. Я терпеть не могу разгильдяйство, кричала на репетициях пожилая актриса и швырялась в партнера, который просто забыл реплику. Вы знаете, характер у нее был крепкий, потому что я знаю, что молодежь ее очень боялась. Она привыкла воевать с юности. Главной ролью Элины Быстрицкой стала казачка Аксинья из Тихого Дона. И она далась актрисе с боем. Быстрицкая сделала все, чтобы ее получить. Хотя ее критиковали и говорили, что для Аксиньи Элине не хватает огня. Хотя огня как раз у актрисы было достаточно. Ты что меня учишь? Иди свою толстозаду поучи. Да я тебя дьявола хромого культяпового парня вижу. Позвонила Герасимову, попросила, чтобы он ее принял. Он ее сказал, ну вот прям приезжай. И она приехала. Он ей сказал, ну прекрасно, давай вот прям сейчас посмотрим, что ты умеешь. Быстрицкая надеялась своей красотой покорить любвеобильного Сергея Герасимова. Но режиссер в те годы был без ума от Нонны Мордюковой. Ты, Гадюка, подхолодная. Однако мама Нонны выгнала незадачливого жениха с порога. Слишком старый для ее дочери. После этого Мордюкова лишилась главной роли в Тихом Доне, о которой грезила и которая фактически была закреплена за ней. Но некоторые считали, что отказ потенциальной тещи тут ни при чем. Мордюковой перешла дорожку другая яркая красавица – Элина Быстрицкая. Видел впервые Элину Быстрицкую. Перед нами была женщина, которую зрители должны были влюбиться. Понять ее, сочувствовать. Герасимов сначала сомневался, справится ли Быстрицкая с ролью казачки. Тогда пробивная Элина напросилась на встречу к самому Шолохову. Это ведь характер Элины Авраамовны. Она действительно стояла на пробах, и она действительно сделала все, чтобы встретиться с Шолоховым, и чтобы он действительно ей кое-что подсказал. И он увидел эту неземную красоту, и он мгновенно сообразил, что да, ты победила. Герасимов подчинился мнению автора, но на репетиции заявил, что Быстрицкая выглядит слишком ухоженной для деревенской бабы. Упрямая Элина месяц мыла подъезды, чтобы испортить руки. Это тоже было не так просто, потому что она была не казачка, в отличие от Мордюковой, которая казачий дух передала бы на раз. Ей это все приходилось именно вживаться, наигрываться. Ты-то нужна ему? Глянь, шею-то тебя покривила. Ну? Ты наражен-то не лезь. Просто смертельная была травма у Ноны Мордюковой, когда Быстрицкая в какой-то момент обошла и получила роль в Тихом Доне. Поговаривали, что Мордюкова едва не наложила на себя руки, а после премьеры выдавила в адрес Быстрицкой. Все-таки сыграла проклятая. До конца жизни Нонна старалась больше не пересекаться с Элиной. Она так и не простила ее до самой своей смерти. Это была негласная война двух железных леди СССР, и битву выиграла Быстрицкая. Но Элина на всю жизнь запомнила, как вынуждена была смиряться перед пьяным Шолоховым, терпеть диктатуру Герасимова. Актриса не признавала главенства мужчин. У нее ведь с личной жизнью не все было очень просто, да? Все было наоборот очень сложно. Никто же не знает, сколько подушек она исплакала и почему. Никто не знает, что с ней творилось, когда она осталась дома одна, долго, месяцами, а то и годами. Она жила одна. Никто не знает, почему она так вышла, и сколько нервов это ей стоило. Говорят, что причиной ненависти к мужчинам стало неразделенное чувство. Еще в начале 50-х Элина влюбилась по-настоящему. Ее избранником стал актер Кирилл Лавров. Когда Быстрицкая еще училась, Лавров уже блистал на сцене театра. Приедешь в отпуск хорошо, будто заново родился. Отношения развивались быстро. Элина и Кирилл даже наметили день свадьбы и познакомили родителей. Счастливая Быстрицкая хвасталась перед подругами именитым женихом. И вдруг все отменилось. В тот день Кирилл Лавров уезжал на гастроли. Элина бежала с цветами, чтобы его проводить, и издалека заметила, как ее жених слишком тепло прощается с некой незнакомкой. Подвлять! И выбросила цветы, с которыми шла его провожать, и ушла, и на этом все закончилось. Элина даже не стала разбираться. Просто посчитала это унизительно. Хотя ходили слухи, что Лавров на самом деле сбежал от Быстрицкой прямо перед свадьбой к актрисе Валентине Николаевой. Он понял, что ему нужна вот мать детей, хозяйка хорошая, что Элина на это не годится. Понимаете? Она готовкой никогда не занималась. Когда мы приходили в гости, ну вот единственное, что яичницу она жарила. После такой трагедии красавица Быстрицкая сама отвергала поклонников. Не доверяла мужчинам. А в старости и вовсе объявила себя феминисткой. В начале 2021 года некоторые журналисты стали выступать с громкими заявлениями и писать фантастические вещи о том, что в начале десятых годов Быстрицкая вновь собралась замуж. Но за свою помощницу, Ксению Рубцову. Легендарная Элина Быстрицкая сыграла не так уж и много ролей в кино. Одни считали, что после Аксинии играть посредственности ей было стыдно, другие говорили, что режиссеры избегают связываться с актрисой из-за ее ужасного характера. Позвольте! Я позволю! У нее был вздорный, как они говорили, характер. А у нее был принципиальный характер. Она спорила с режиссерами. Она спорила с концепцией. Быстрицкая терпеть не могла, когда мужчины ей указывали. Первые скандалы начались уже на съемках ее звездного фильма «Тихий дон». Сначала Быстрицкая категорически отказалась ложиться в постель вместе с Петром Глебовым, который играл роль Мелехова. Она заставила реквизитора положить между собой и Глебом свернутое одеяло, чтобы не соприкасаться телами. – Риша, голосочек мой. Герасимов кипел от такой наглости юной актрисы. Элина постоянно припиралась с ним по поводу своей героини, не слушала указаний. И однажды режиссер не выдержал. – Минуточку, минуточку. Что-то не получается. Чтобы актриса расплакалась вот в этой сцене, Герасимов специально, грубо ей нахамил. «Красивая бездарность. Подумаешь, не дотрога». Элина разрыдалась. А Герасимов подал знак оператору «Снимай». В этом кадре все эмоции на лице актрисы вовсе не игра. Хотя она играла роли и драматические, где можно было бы как-то, ну, почувствовать ее растерянность или слабость. Вот этого в ней никогда не было. Она была сильным человеком при ее очень редкостной красоте. Все знали, что Элина неприступна. Актриса не стеснялась давать отпор именитым режиссерам, которые пытались ее домогаться. Причем она прекрасно понимала, что застроптивость может лишиться ролей. Не будем ссориться. Пойдемте сегодня в театр. Не могу. Рассердились? Занята. Когда она после окончания института была распределена, это ее, со с ее слов, в Херсон. Ну, и я приехала туда, и мне режиссер, я встретилась с режиссером, он меня увидел, ну, та же красота была неземная. И он говорит, о, я тебя сегодня вечером жду в ресторане таком-то, таком-то. Прямо вот в открытую ей сказал. Хорошо, я взял чемодан и уехала. Актриса не шла на компромиссы даже с партийными бонзами. Могла запросто демонстративно уйти из банкета, если кто-то нарушал ее личные границы. И вдруг она поняла, что кто-то там за ней начинает ухаживать, ухлестывать, подливает ей напитки. И это не нравится. Она сама выбирала, что ей надо, сколько. И она вдруг встает и говорит, все, мне здесь стало неинтересно. И вышло. В целом, однажды ее вызвал в свой кабинет высокопоставленный чиновник из ЦК. Когда Элина вошла, увидела накрытый стол, цветы. Что это значит? Вы прекрасная актриса и прекрасная женщина, начал чиновник. Я могу сделать так, что вы станете настоящей примой кино и будете жить, как королева. Я не расплачиваюсь собой. Быстрицкая швырнула букет в лицо чиновника и выскочила за дверь. Я сгною вас в СССР! Проорал тот вслед. После этого Элина стала невыездной. А ведь она долгие годы представляла советское кино за границей. Какой был старт звездный. Она первая красавица страны. Все ее обожают. Ее замечательно отпускали на фестивали, потому что там очень хорошо представительствовала и вообще любила это дело. Она весь земной шарик облетела. с картинами. Но ей мешали иногда в получении новых ролей. Вот это правда. За свой жесткий и принципиальный характер актриса расплатилась не только ролями, но и собственным семейным счастьем. Да, были романы, но она их никого не рассматривала как возможных мужей. Она организовала свою жизнь таким образом, что никто ни на что не мог посягать. Быстрицкая сама признавалась в интервью, что ее характер стал ее проклятием. Но его, по словам актрисы, деформировала война. «Я видела разрушенный, испепеленный, зияющими глазницами выбитых и сожженных окон и домов город, груды щебня, незахороненные трупы». Когда началась Вторая мировая, Элине исполнилось 13. Девочка пошла работать в госпиталь, где таскала тяжело раненых. Близкие говорят, что Быстрицкая надорвалась и по этой причине не могла иметь детей. «Была ее личная женская трагедия, она очень этого хотела, но война отобрала эту возможность». Элина вышла замуж, когда ей уже исполнилось 30. Она скрывала детали личной жизни. Ее супруг Николай Кузьминский начинал свою карьеру в качестве переводчика у Микояна. Был руководителем отдела в Министерстве внешней торговли. Марк Бернес ее познакомил с Николаем Ивановичем и они очень скоро поженились. Она ко мне приезжала тогда, когда он ей сделал предложение. Советовалась, как сказать, родителям, он старше был достаточно намного, по-моему, на 13 или на 15 лет. Они были очень красивой парой. К тому же Николай привозил Элине заграничные наряды, оплачивал дорогих косметологов. Скоро о ней пошла слава, как о самой стильной актрисе СССР. Николай Иванович ее одевал великолепно. Было то время, что купить в Москве ничего нельзя было. Она красавица, она сама красивая, да еще он ее одевал. Конечно, они завидовали. И Лину он безумно любил, он говорил, что пока И Лина не приходит домой, я не ложусь спать. После почти 30 лет брака Элина Быстрицкая неожиданно подала на развод. Кузьминский был в шоке. Причина оказалась ему надуманной и пустяковой. В тот день они узнали, что их знакомые разводятся из-за измены. Нет, ну почему мужиков обязательно на сторону тянет? Спросила вдруг Элина у своего 73-летнего мужа. А то все женщины святые, парировал Николай. Мои секретарши сами в постель прыгали. Лицо Быстрицкой помрачнело. Она молча достала паспорт и вырвала страницу со штампом о браке. Он, видимо, по глупости или, ну, это бывает, видимо, такое с мужчинами, когда им хочется пооткровенничать, и он не нашел ничего умнее, чем рассказать жене там о каком-то своем походе налево там 20 лет назад, что вот он от жены где-то там гульнул в бане с девочками и в итоге был непрощен. Похожая история произошла и в семье знаменитых актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Говорили, что Миронов увидел Екатерину во сне еще задолго до их встречи. Актер сделал Градовое предложение буквально через три дня после знакомства. Он утром оборвал всю сирень, какую можно. Но с этой сиренью и с банкой большой клубники засахарной он вошел. Я не знаю, куда мне деваться, что, вдруг я еще сама не поняла ничего. Вот это было так. Но этот брак продержался всего пару лет. Однажды доброжелатели шепнули Екатерине, что ее муж сегодня наметил свидание с другой актрисой Ниной Корниенко. Градова всю ночь дежурила у двери ее квартиры, а с утра столкнулась нос к носу с собственным мужем. Простить измену она не смогла. Андрей Миронов часто приходил к ней во время вот этого бракоразводного процесса. Он падал ей в ноги, говорил, какой я козел, какой я подлец, что я тебе на протяжении вот этого длительного времени изменял. Но это не помогло Екатерине изменить своего решения. Она была твердая, как скала. Также хладнокровно из-за измены разорвала свой 30-летний брак и Алина Быстрицкая. Однако некоторые журналисты настаивают на другой версии развода актрисы и Кузьминского. Сама запуталась, меня запутала. Что вам в конце концов надо? Ходили слухи, что супруг хотел ее отравить из-за своей любовницы. Он якобы был недоволен холодностью Алины и тайно встречался с другой. Но развестись с Быстрицкой не мог из-за своего статуса. И Кузьминский решил пойти на крайние меры. Личного счастья она с ним не испытывала как женщина. Что служила, он посягал на ее жизнь. И в одно прекрасное время она оказалась в психбольнице. Она оказалась в психбольнице и она оттуда бежала. Когда Быстрицкая собралась предать историю гласности, ее вызвала на ковер Фурцева и сказала «Дура, молчи!» Элина молчала и терпела несколько лет. И как только появилась возможность, сразу же развелась. на этих кадрах Элина Быстрицкая уже за 80, но она в прекрасной форме. Лицо практически без морщин, подтянутая фигура. Она очень много работала над собой, над своей внешностью. Она не делала никогда до пластических операций. Кстати, сразу открываю секрет. У нее были совершенно свои методы, у нее была особая резина, она утягивала кожу. На шею Быстрицкая повязала красную ленту, чтобы уберечь голос от старческого дребезжания. Каждый день актриса делала зарядку. Очень любила бильярд. Она даже была почетным президентом Федерации этого вида спорта. Мимо. Опять мимо. Не везет. Вообще мне везет или нет. Чтобы быть в форме надо играть. Много и часто. Как на сцене. Однако в конце 60-х Быстрицкую практически перестали снимать в кино. Чуяла я, что не будет стрясется. Некоторые уверяли, что причиной стала неприступность актрисы. Мужчины искали к ней подход, но в итоге в жестоком стиле за отверженность. окаянный у тебя характер. На съемках фильма «Неоконченная повесть» на начинающую актрису обратил внимание мэтр советского кино Сергей Бондарчук. Он стал оказывать знаки внимания, но Элина даже бровью не повела, чем очень задела поклонника. В сердцах Бондарчук даже позволил себе непечатное слово в адрес Быстрицкой. «А теперь я скажу». «Не надо говорить». После чего Элина сказала «Я не буду с ним сниматься категорически». И эти же сцены их общего фильма они снимали порознь. То есть часть сцен была отснята до того, как произошел инцидент, а остальная часть сцен снималась уже отдельно, с дублерами, потому что она ни в какую. Категорически «Нет, я не буду». Дома Розе я старый солдат и не знаю слов любви. В своей книге воспоминаний режиссер Михаил Казаков писал, что снял Элину с роли в своем фильме из-за того, что она не справлялась. Но это было неправда. Быстрицкая попросту обрубила его попытки ухаживать. И когда она его отвергла, Казаков отомстил таким образом за такое женское невнимание. Мой поклонник ведет себя в высшей степени страны. Быстрицкая не стеснялась критиковать всех окружавших ее мужчин. Про собственного мужа Николая Кузьминского, с которым она прожила почти 30 лет. Актриса нелицеприятно отзывалась в книге воспоминаний. А встретила бы его сейчас, удавила бы. Но некоторые близкие подруги Алины уверяют, ее мало интересовала семейная жизнь. Муж был значительно старше Быстрицкой. Она ему изменила, она книгу написала, что он не изменил, а изменял. И она якобы развелась с ним из-за того, что он изменял. И это была полная ложь. Этого просто не могло быть. Ну, змей, ну, ты меня достал. после развода с Кузьминским характер Быстрицкой испортился окончательно. Она скандалила с режиссерами и партнерами по театру. Могла запросто уйти с репетиции и отказаться играть в спектакле. У нее были конфликты и несколько спектаклей, когда была назначена она первым делом. Но потом ее что-то не устраивало. Извините, это Элина Урамовна. И она уходила. Элина прожила 91 год, но так и не смогла создать счастливой семьи. У актрисы не было детей. Ей было уже 60, когда она ушла от мужа. Других мужчин она к себе не подпускала. А впереди маячила одинокая старость. Так произошло в жизни известного режиссера Татьяны Лиозновой. За глаза ее даже называли старой девой, потому что Татьяна никогда не была замужем. У нее было много мужчин, но, к сожалению, судьба у нее была. И очень крутые были, которые за ней ухаживали. В юности Лиознова встречалась со Станиславом Ростоцким. Но этот роман быстро закончился. Татьяна встретила свою главную любовь летчика Василия Калашенко. Он был вдовцом с двумя дочками на руках. С ними Лиознова общалась до самой смерти. Но вот жить с их отцом так и не смогла. Василий не стал терпеть жесткий характер Лиозновой. Ему нужна была мягкая и любящая домохозяйка. Татьяна Михайловна непростой человек. она если нужен был ему чтобы соответствовал ей. Понимаете она умница и должен быть покруче чем она. Понимаете в чем дело. Ну значит не нашла такого. А что отец в вашем городе женихи требуется? Невеста у вас есть? Одно время за Лиозновой ухаживал Арчил Гамиашвили. Надеялся что она отдаст ему роль Штирлица. Но актер не учел жесткий принцип Лиозновой. Она никогда не снимала в кадре своих любовников. Уже в старости одинокая и бездетная Лиознова говорила мужчинам не следовало на меня давить. А в кулуарах ее называли железной леди. Так же как и актрису Элину Быстрицкую которая тоже не принимала главенство мужчин. Нет. Да. С годами характер Быстрицкой становился все более невыносимым. Коллеги шептались это от одиночества. Вся театральная Москва обсуждала подробности соперничества Быстрицкой и другой актрисы Малого театра Руфины Нифонтовой. Говорили, что примы настолько ненавидели друг друга, что подсыпали в туфли битое стекло. Это так больно. Если бы только знали как невыносимо. Однажды Нифонтова рассыпала в гримерке Быстрицкой дуст. От ужасного запаха порошка долго не могли избавиться. Руфину вызвали на собрание. Зачем вы это сделали? Спрашивал удивленный режиссер. Чтобы вывести паразитов. Не моргнув глазом, выдала Нифонтова. Быстрицкая резко встала и гордо покинула зал. Борьба была не на жизнь, а на смерть. Они иногда даже не здоровались годами. Быстрицкую называли грозной и неприступной. Она не прощала людям даже малейших ошибок и не считала мужчин за людей. Но когда ей было уже за 60, актриса неожиданно для всех влюбилась. Вы позволите? Да. Ее избранником стал модный столичный хирург, который был на несколько лет моложе. Елена Врам такая помолодевшая, похудевшая, такая новая энергетика, у нее появился такой лукавый глаз, приходил загадочный немножко. Но, к сожалению, что-то, я не знаю, что не сложилось. Все-таки, я думаю, характер Анина Абрамовна для женщины суровый, что ли. Я бы так сказала. Ничего не прощает, никакой мелочи. Не поздравил вовремя ни мужик, не сделал этого ни мужик, не донес ни мужик. Когда актрисе было уже за 80, пошли слухи, что она вновь собралась замуж. Но за свою помощницу, Ксению Рубцову. Говорили, что Быстрицкая окончательно разочаровалась в мужчинах. Мне лично об этом сказал мой приятель, что у Элины любовь к женщинам. В бульварной прессе писали, что Быстрицкая даже подыскивает страну, где можно зарегистрировать однополый брак. И давно живет вместе со своей помощницей, которую подозревают в особой любви к женщинам. Потом выяснилось, что она на эту тему не в порядке. У нее подруга-то есть, у Ксении. Подруга, с которой она делит жилье, там, ну, в общем, все, что есть, все делит. Это никакого отношения к моей сестре не имеет, иметь не может. Все, кто ее хоть немножко знает, понимают, как это. Сестра Быстрицкой София считает бредом слухи о романе. Но она уверена, что именно Ксения Рубцова стала причиной гибели актрисы. Элина дружила с Зыкиной, а потом Зыкина заболела и умерла. И были поминки не после смерти, а годовщина, первый год. И вот там молодая девушка представилась, что она была у Зыкиной продюсером. Ксения предложила Элине свою помощь в организации концертов и быстро стала незаменимой помощницей. Ксюша все о ней знала. Все ее проблемы со здоровьем, то есть всегда могла ей сразу же оказать какую-то помощь. Она знала ее график. Элина Авраам просто Ксению полюбила как дочь. Да, она гипер заботилась о ней. Она могла позвонить ей в любое время дня и ночи. Она знала, что Синя ест, как живет. Многие удивлялись, почему грозная и конфликтная актриса вдруг стала такой дружелюбной. Дайте вам спасибо. Другие говорили, что Рубцова на самом деле страдала от перепадов настроения Быстрицкой. Актриса в гневе могла даже наброситься с кулаками. Был какой-то период, когда каждый вечер мне Ксения звонила в рыданиях сделайте что-нибудь Лина Авраам меня выгнала она меня знать не хочет а я без нее умру я ее люблю. Но по мнению Софии Рубцова терпела ради того, чтобы стать единовластной наследницей миллионов Быстрицкой. У нее было много дорогоценностей. Она же зарабатывала она очень много очень много она постоянно выступала у нее были концерты всякие платные миллионершей Быстрицкая стала еще в 90-х тогда многие обвинили артистку в афере но сама она считала себя пострадавшей и снова в ее неудачи были замешаны мужчины разочаровавшись в очередном ухажере Элина объявила себя феминисткой и решила открыть кризисный центр для женщин в 1993 году она пришла к мэру Лужкову вот с этой идеей Лужков проникся он выделил ей на 49 лет в аренду без уплаты налогов участок хорошей земли вот близ цирка Никулина У Быстрицкой был готов проект но не было денег несколько лет она искала инвесторов пока не доверилась мошенникам те убедили актрису что соберут нужную сумму ей только нужно сняться в рекламных роликах чтобы народ поверил в 2001 году началась агрессивная рекламная кампания женского центра фото улыбающейся Быстрицкой мелькали на страницах журналов и газет в итоге на строительство и ремонт собрали почти полмиллиарда рублей однако мошенники растворились вместе с деньгами в это время в общем-то начался бунт забастовка вот этих обманутых вкладчиков так называемых которые ее поставили на одну доску с мошенником хотя она сама была обманута спас репутацию актрисы другой бизнесмен он за бесценок выкупил ее долю в этом здании правда и здесь Быстрицкую обманули заплатив ей всего лишь часть суммы но это все же были внушительные деньги 90 миллионов рублей сестра Элина Быстрицкой уверяет что именно за этими деньгами охотилась Ксения Рубцова и она даже смогла выманить их у актрисы за что Элина расплатилась своей жизнью а Рубцова собственной свободой когда-то когда-нибудь я застрелю тебя Элину Быстрицкую называли железной леди советского кино актриса играла сильных и волевых женщин и сама обладала непростым характером ей не надо было говорить прошу вас потише ничего просто только один взгляд в общем сильная женщина и своими силами Быстрицкая всю жизнь мерилась с мужчинами скандалила с партнерами не подчинялась режиссерам могла запросто сорвать выступление стоило только конферансье неправильно объявить ее выход она народная артистка СССР и если кто-то говорил в параллеле какого-то вдохновения народная артистка России ну потому что мы живем же уже в России в другом государстве ну в смысле нету СССР и кто-то говорил что народная артистка России говорит ну вот народная артистка России и ждите а народная артистка СССР на сцене народная артистка Советского Союза Элина Быстрицкая в 2012 году Элина Быстрицкая шокировала всех своим громким уходом из малого театра где прослужила полвека причиной увольнения стало недовольство новой ролью Быстрицкой предложили сыграть графиню в пиковой даме но ей не нравилось что в тексте Пушкина у ее героини слишком мало слов хлопнула дверь и ушла и сказала что она больше на репетицию не придет она взяла академический отпуск и вот тут я сказал Элина Уровна надо переступить через обиду все окружающие актрису мужчины готовы были пойти на компромисс режиссер спектакля Андрей Житинкин даже добавил несколько сцен с ее участием модельер Вячеслав Зайцев сшил специально для нее костюмы однако потом отказался одевать ее дальше но Быстрицкая своих решений не меняла никогда даже под угрозой срыва премьеры в итоге она позвонила актрисе Вере Васильевой и попросила заменить ее в спектакле раздался звонок я говорю я слушаю это говорит Элина Быстрицкая Верочка вот такое дело для меня в малом театре где я работаю решили поставить пиковую даму но я заболела и плохо себя чувствую может быть вы выращите нас театр сыграйте роль пиковой дамы вы на меня не сердитесь громом своим демаршем Быстрицкая обидела режиссера спектакля хотя ее мало волновали его переживания в это время у нее обострился затяжной конфликт с руководителем малого театра Юрием Соломиным он порядком устал терпеть выходки актрисы оказывается у Элины Авраамовны не было 10 лет новой главной роли она до этого один спектакль что-то почему-то не выпустила другой спектакль она поругалась с режиссером и мне все скажут что это ужасно это чудовищный характер когда Юрий Соломин попытался поставить звезду на место Быстрицкая обвинила его в мужской диктатуре и написала заявление об уходе больше в театр она не вернулась зато стала выступать в новом амплуа певицы эту идею ей подсказала верная помощница Ксения Рубцова которая сама вызвалась продюсировать актрису она или не сказала вам нужно уйти из театра я буду вам концерты делать сколько вы захотите будьте петь у сестры моей ну как вам сказать для певицы неподходящий был голос Эллине Быстрицкой было уже за 80 она осталась в абсолютном одиночестве без мужа без детей актриса отказалась от любой помощи со стороны мужчин и жаловалась что никогда не видела от них ничего хорошего рядом с Элиной осталась только молодая помощница Ксения Рубцова которая была готова терпеть любые капризы и издевательства пошла вон кричала Быстрицкая на весь дом и начинала выбрасывать вещи Ксении в подъезд вы можете гнать меня но я все от вас вытерплю уверяла Рубцова разгневанную Элину та за всю свою жизнь не привыкла видеть такую преданность я очень верю что у них на самом деле были видимо такие отношения понимаете был даже момент когда она хотела квартиру на 6 этаже над собой купить для Ксении она стоила 40 миллионов и Ксения категорически отказалась Быстрицкая написала на свою помощницу генеральную доверенность после этого с ее счетов стали пропадать деньги почти 35 миллионов рублей и тут забила тревогу сестра актрисы вот уже много недель она попросту не могла дозвониться до Элины каждый раз в трубку брала сиделка нанятая Ксении и сообщала актриса поела и теперь спит что такое утром звоню поела и спит вечером звоню поела и спит звоню врачу спрашиваю как дела у моей сестры и слышу чудовищный ответ да вы радуетесь что она жива я думала мы ее не вытащим у нее был тяжелейший бронхит во первых а во вторых она же все время падает она вся в синяках в сентябре 2018 София немедленно прилетела в Россию и чуть не упала в обморок увидев сестру блистательная Быстрицкая лежала в грязном белье практически ничего не видела и питалась только бутербродами с колбасой 90-летней женщине больной лежачей на табуретку перед кроватью ставится кружка чая и бутерброд с колбасой или бутерброд с соленой рыбой вот она начинает ловить этот бутерброд и держать эту кружку я спрошу а почему же вы не кормите уходить? она не любит когда мы присутствуем а почему вы ее не мыли? она не дается не хочет пока сестра и помощница выясняли отношения и спорили куда пропала половина ее сбережений Элина Быстрицкая умерла в больнице в полном одиночестве Ксению Рубцову обвинили в краже денег актрисы и приговорили к 3,5 годам лишения свободы назначьте наказание в виде лишения свободным сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима так закончилась история легендарной актрисы Элины Быстрицкой которая всю жизнь гордилась своим неприступным характером никогда не шла на уступки открыто выражала свою ненависть в адрес мужчин а в итоге под конец жизни осталась одинокой и абсолютно беспомощной и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok